Мне пришло письмо от подписчика, он достаточно интересный вопрос мне задал и пишет Здравствуйте, Андрей, меня зовут так-то так-то, сейчас поступают сообщения от такого-то блогера, что скоро начнут вакцинировать, вероятнее всего, летом, если этот блогер самый не врет. Так вот, ты проверяй информацию, врет он или не врет. На слово мы верить никому не будем, на моем канале на слово не принято кому-то верить. Теперь о главном. Андрей, тебе и мне из родных никто не верит и считает все это бредом, поэтому я ищу хоть кого-то спасаться, вместе с вами хотел, но я нахожусь на Кавказе и отбыть к вам смогу, если примете в течение такого-то времени, тут написано. После праздника могу приехать, если ты добро дашь. О себе, провизии нету, видите как, тот, у кого есть ресурс, решает в наше время все. Даже здесь я добился каких-то вот успехов. Даже сейчас, даже сидя в этой ванне, я уже добился какого-то авторитета, благодаря тому, что вовремя когда-то накопил ресурс и правильно вложился. Поэтому уже имею какую-то власть, какой-то авторитет. Если добро дашь, приеду, провизии нет, гол как сокол, но есть опыт жития в палатках в лесу. Ну каковы опыты жития в палатках в лесу? Ночевать в палатке в лесу, это не опыт. Это уснул как убитый и все. Вот добывание, проживание в лесу, опыт, это уже серьезный. Палатка есть, экипировка есть, номер телефона оставил, звони. Возможно, вам такой человек, как я, нужен. Оно, понятно, рот лишним, но хотя бы будем на связи. Да, понятно, смотри, очень интересно ты написал. Возможно, что тебе такой человек, как я, нужен, но оно и, понятно, рот лишний. Видишь, что? Это все идет намек на общину. Мне много людей сейчас уже пишут про общину. Конечно же, пишут, до дела из них никто не дойдет. Вероятнее всего, может быть, один или двое максимум. Я все понимаю, это слова, я лично никому не верю. Тебе так скажу, в районе 31 мая, по моим данным, должно все начать в этом плане стабилизироваться. Где-то постепенно или не постепенно, или в регионах, но 31 мая, по моим данным, должно все наладиться. Поэтому смысл создавать общину именно сейчас я пока что не вижу. Возможно, что заблуждаюсь я в этом. Но для того, чтобы уйти в общину, ты должен понимать, что в общине должна быть четкая иерархия. Так же, как в фильме «Если ты видел ходячие мертвецы». Без четкой иерархии будут постоянные майданы. Если община имени Водонаева, то, ну, сам понимаешь, это все. Если община имени Иоганна Себастьяна, которой, я не знаю, пойдет он чипироваться, не пойдет. Может быть, он и пойдет, может нет, я не знаю, в его роликах такого ничего не слышу. Наоборот, он стремится туда, куда-то в страны запада, где это все внедряется. Поэтому тут сложно сказать. Перед тем, как создавать общину, мы должны создать общину для себя, любимого, уметь позаботиться о себе. Мне, например, нравится канал Игнатия Лапкина, как он сделал общину, пожалуй, идеальную. Какую только можно было, это в деревне, дом у него есть, ночлег есть, это, пожалуй, лучше, чем в палатке. Не говоря уже о том, что в любой момент он выбежит в лес. Лес там у него рядом, леса полно, в шаговой доступности километр два-три, он всегда туда возьмет, да и уйдет вместе со своей братвой. Вообще, он уже и уходил, и жил там, был у него когда детский лагерь. Мало того, он еще молодец, он еще и проповедует. Это проповедует не так, как стучались раньше по дверям, ходили и сейчас, наверное, проповедует через интернет, по скайпу и в чат рулетки. Поэтому человек очень информационный, в этом он мне нравится. Что хочу тебе сказать, да и всем вам. Если 31 мая что-то не изменится, то будет уже два развития события. Первое, что изменится, а второе, что это может быть надолго. Вот если надолго, то уже нужно будет что-то продумывать и думать. Но я тебе так скажу, что для того, чтобы создать общину, нужен какой-то в любом случае ресурс. Накапливай ресурс, потому что если у тебя нету ничего, то это плохо. Я уже говорил, что нужно делать. Готовиться именно сейчас, и до 25-го года время есть. Именно сейчас я не верю в то, что именно сейчас случится летом какие-то катаклизмы. Силком тебя будут из дома вытаскивать. Они хайпят, эти блогеры, что силком тебя вытащат, и вакцину или чип на лоб поставят прямо летом. Я насчет этого очень сильно сомневаюсь. Это сейчас невозможно. Не созданы никакие дата-центры. Не создана программа обработки данных. Нету таких специалистов. Нигде экспериментально это не введено. На уровне балаболи об этом говорится. Но говорить и делать это вещи разные. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Может это произойти. Во всяком случае, нужно быть готовым, даже если будет кризис в следующем году или через один год. Это в ближайшие годы, но не в ближайшие недели будет. Поэтому без паники.